Добрый вечер, дамы и господа! В студии Алексей Пляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительное шоу «Профилактика». — 21.10 в столице, друзья. На печальной ноте мы закончили предыдущий час. А, вот и наш гость. Здрасте, здрасте. Господа, я про печальную ноту. Мы как-то будем с нее соскакивать, с печальной нотой? Почему печальная? 100 тысяч зарплата в Уфе печальная. — Да, но никто не идет, потому что люди не охота работать. Хотя есть опровержение от Рафаэля из города Уфа. Ильшат, так написал нам Рафаэль, лжет. — Мягко говоря. В Уфе продавцы получают в гипермаркетах 15-20 тысяч рублей. Админ ОКЗП — 35 тысяч рублей. А 100 тысяч — нет таких зарплат. Короче говоря, тема, считаю, не раскрыта. Надо ее продолжать. И мы ее обязательно продолжим, друзья. Но сейчас приветствуем Александра Анатольевича Васькина. В гостях у нас писатель, московед. Говорим сегодня об интересных и загадочных местах Москвы. И, повторяю, уже предваряя ваши претензии, вы там все на своей Москве, только о Москве и так далее. Мне кажется, это интересно не только москвичам, но и, а, гостям столицы, которых большая часть среди нас. И это «Б». И «В». Тем, кто собирается в столицу, это вся страна, опять же. Поэтому, друзья, эта тема вполне себе федеральная. А, кстати, Александр Анатольевич, он номинант, если я правильно помню, премии «Просветитель». — Финалист, скажем. — Финалист. — Да, я, кстати, с собой принес еще и книгу недавнюю. Подадите. — Она тоже пригодится, безусловно. — Давайте. — «Москва при Романовых». — А я сейчас буду ее показывать в камеру. — Да, если можно. — «Москва при Романовых», друзья. Вот, посмотрите, автор Александр Васин, сегодняшний наш гость. — Александр, а вы, наверное, точно знаете и точно отслеживали, вот насколько москвичи знают или не знают, даже москвичи, даже вот условно коренные или давно здесь живущие, насколько они, там, процентов, может быть, знают тот город, в котором они живут? Или вот совсем все плохо? — Проблема в том, что сегодня трудно найти человека, остановить его в центре на Тверской, например, да, и спросить, как пройти, например, Большой театр. — А где немного будет? — Даже таких немного будет? — Ну, немного, потому что, видите ли, в чем дело, коренных-то москвичей мало осталось, и большая часть из них живет уже и за кольцевой дорогой. То есть проблема очень серьезная. Ведь обратите внимание... — А в чем проблема? — В том, что, как бы вам сказать, тот же центр, да, он совершенно неживой, нежилой. Вот эти улицы, которые появились в последнее время, ну, пешеходные, большое количество. Вы заметили, какие они пустынные бывают? Не горят окна в домах. — Они вообще какие-то искусственные. — Декоративность, понимаете? Декоративность. То есть нет вообще никого, как будто вымерло. И ведь обратите внимание, да, вроде бы красиво, вроде бы что-то привезли там из Парижа, еще откуда-то. Но вот москвичи, которые живут в спальных районах, они что, должны приехать погулять и к себе обратно отправляться? Вот в этом суть, понимаете? То есть если уж вы делаете улицы, вы делаете их там, где живет основная масса людей, которым это надо там. — Ну, очень странно. Вы представляете себе, во что превратятся, так называемые, пешеходные улицы в Бирюлево? — Ну, Бирюлево, да. Там достаточно одной базы. И, насколько я знаю, пешеходная улица там недавно была довольно-таки такая широкая тропа проложена. — Ну, это была однодневная, так называемая, пешеходная улица. Вот вы об этом на это привлекаете. — Вынуждены пешеходные. — Ну, проложили эту тропу. Так что, ну, я думаю, что, конечно, надо говорить об истории Москвы, потому что много загадок и много всякого рода легенд. И, кстати говоря, одна из самых тайн главных — это основание Москвы. Кто же был основателем Москвы? Мы знаем с вами, что памятник Юрия Долгорукому стоит. — Памятник Юрия Долгорукий. Мы из школы помним. 1147 год. Юрий Долгорукий. Это все хрестомашины. — Совершенно верно. Но найденные в результате археологических раскопок, уже неоднократно найденные доказательства того, что жизнь в Москве существовала до 1147 года, говорят, конечно, об обратном. И Юрий Долгорукий — это, скорее всего, такая мифическая легенда. До сих пор непонятно, а кто была его мать. Ну, с отцом все ясно. Владимир Мономах. А мать-то кто его была? — Из простых. — Даже и есть второй вариант — англосанкционская принцесса. — Опять англосаксы. — Это очень интересно. И когда он родился, где он похоронен. И когда после войны Сталин решил перезахоронить его в Москве и поставить памятник Юрию Долгорукому от советского правительства, то столкнулись с тем, что нет мощей его. Понимаете? Вот в чем дело. Ну, ограничились одним памятником. Вот этим знаменитым. Кстати, судьба его в своем роде тоже очень занятна, поскольку автор Орлов, скульптор Орлов, очень хороший специалист в области скульптуры, такой камерной. «Золотая рыбка», понимаете, там эта старуха с корытом. Его замечательное произведение можно сейчас увидеть в музее декоративно-прокладного искусства. То есть такой мастер миниатюры фарфоров. Мог ли такой человек сделать памятник огромный, качественный, как вы думаете? Конечно, нет. То есть это все равно, что поэта заставить писать прозу. Что же там получилось? Ну, вышло, как всегда, очень все просто. Значит, Сталин узнал о том, что американский посол Гарриман восхищен мастерством советских скульпторов, вот этих минималистов. У него даже была такая скульптура на тему русскородных сказок. И он, недолго думая, он решил, ну, если этот человек может создавать такие прекрасные, значит, эти самые миниатюры, почему бы ему не поручить создать памятник Юрию Долгорукому? Естественно, что все-таки памятник несовершенен, я вам хочу сказать, далеко несовершенен и вызывает массу вопросов. Но таково было время. Таково было время. А в чем несовершенство-то? Ну, памятник, памятник. Мы его любим, знаем, видим, узнаем. А кого вы узнаете? Юрий Долгоруков? Вот в чем дело. Понятно, что опознать его мы же лично-то не были знакомы. Вот именно. И фотки не осталось ни одной. Кстати говоря, была такая традиция при невозможности воссоздать облик, людей, которые жили давным-давно, пользовались образом их экранных героев. Вот Александр Невский, например. На ордене Александра Невского изображен артист Черкасов. Очень интересная история. Экранный образ Александра Невского. Да, да, да. Воспроизведенный класс. А вот что касается Юрия Долгорукова, здесь уже сложнее. Можно было как угодно назвать, в общем-то, любому древнему князю поставить подобный памятник. Кстати говоря, он бы мог не стоять сейчас. Потому что при Хрущеве пошли письма от старых большевиков. Почему это в центре Москвы стоит памятник представителю эксплуататорского класса? О, Господи. И в конце концов он решил... Милые люди все-таки, да? Да, и он решил, что этот памятник надо перенести к Надевичьему монастырю. Но в результате перенесли его самого в 64-м году. И, собственно говоря, памятник стоит сегодня до сих пор. Такая интересная история. Да, слушайте, отлично. Давайте все-таки вот... Вы, на самом деле, коснулись темы и больной, и болезненной, и регулярно, так сказать, обшучиваемой. Но она, так сказать, тема вроде как смешная и веселая, но и немножечко горькая. Вот насчет того, что... Насчет коренного населения, некоренного, москвичей, не москвичей. Вы наверняка интересовались этим вопросом? У вас есть какая-то... Потому что разные цифры гуляют в прессе. Вот то, что в классическом понимании там социологов, коренной житель... Вот сколько их в Москве? Насколько нас москвичей? А, кстати, вы москвич? Конечно. Хорошо. У нас тут четверо теперь. Все москвичи, наверное, здесь. Пятеро? Пятеро нас тут. Пятеро, да. Есть такой анекдот. Что считать москвичем? Девушка, вы москвичка? Да, а шо? Понимаете? А что считать москвичем коренным? Ну, если три поколения родилось. Три поколения. Как интеллигенция. Знаете, если... Кто такой интеллигент? Луначарского спросил, рабочий один. Как сказать? Надо, чтобы... Надо закончить три университета. То есть вы закончили университет, ваш отец и ваш дед. А один не можешь сократить этот срок? Эту дистанцию? Ну, определенные проблемы. Два высших образования. У нас есть такие. А пап, может, по маме москвичем можно стать? У меня просто папа из Омска. Ну, вот коренное, по крайней мере, три поколения. Этого достаточно. Все, хорошо. Значит, сколько такого рода людей в Москве? Ну, примерно до 70%. Ну, что? То есть 70% это все-таки в Москве москвич. Да, ну, помните, и коренной москвич тоже изменилось понятие. Я мог бы сказать, пять поколений, правда? Весь семь. Таких еще меньше. Их осталось там процентов 20. Это очень важно. Потому что происходит вот такой вот процесс выселения. Как и в других европейских столицах. Вот, вот, вот. А для всех городов мира? Для всех столиц мира это естественный процесс такой? Да, для таких, как Париж. Жить в городе в таком очень дорого. И в центре в том числе. Поэтому это, в общем-то, как ни печально, объективно. А как это меняет город? Вот, 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 вот Он сюда приехал заработать, поэтому относится к городу так же. Абсолютно прикладно, без всякой эмоции и так далее. Это так? Конечно. Это больше равнодушие, безусловно. Равнодушие к тому, что окружает. Равнодушие к тому, что разрушаются памятники архитектуры. Или просто среда, вот эта привычная среда. Это не только для Москвы, понимаете, характерно. Вспомните этот бой за Питер, когда там хотели построить небоскреб огромный госпрома, по-моему. И тогда вспомнили, что еще академик Лихачев говорил об удивительном перспективе адмиралтейской стрелы, что нельзя ничего строить. Понимаете, это коренной петербуржец. Так и здесь. Москвичей, которые близко к сердцу воспринимают то, что происходит и выйдут, если надо, митинговать их очень мало. Очень мало и, в общем-то, человеку своя рубашка ближе к телу. И важнее, что его ракушку сносят во дворе. Понимаете, он скорее пойдет ракушку защищать, но не особняк там 18 века и не памятник. А сколько, кстати, я просто в глубину, вот если вот так вот по Москве гулять и смотреть на здание, которое вокруг. На какую историческую глубину, точнее здание какой исторической глубины еще сохранились в Москве? Одним из самых старых зданий считается Успенский собор Московского Кремля. Это откуда он, значит? С 16-го? Значит, Иван Третий, кстати говоря, позвал итальянцев в Москву, в том числе Аристотеля Фиараванти, чтобы он помог восстановить там купол. Наши мастера, купол обвалился в Успенском соборе, он приехал, кстати, интересный случай, когда это было паломничество итальянцев в Москву, и они очень здорово помогли здесь создать образ даже Кремля. Ну, конечно, Кремля это итальянская история. Вот в Риме, например, на площади Венеции фасад одного из зданий завершен кремлевскими зубцами, представляете? Так называемыми ласточками. Вот итальянцы привезли в Москву неповторимый образ. Как это интересно. Понимаете? И, кстати, их называли фрягами итальянцев, и поэтому у нас есть фрязина, фрянова под Москвой. Это все итальянские истории. Ну да, да. Но их, вы знаете, их ведь не хотели отпускать русские цари, итальянцев. Они хотели бы уехать, но не так-то было просто, потому что своих специалистов не было. Они лили колокола, вот, кстати, на колокольне Ивана Великого прекрасные были. Сейчас, секунду. А вот, так сказать, расширяем вопрос Ильи по поводу глубины исторической. А где вот есть Москва, на которой можно прогуляться, хотя бы там пять шагов в разные стороны сделать, чтобы это была Москва, которую вы, например, описываете у своей книжки? Романовых? Ну, пожалуйста, на Варварку. На Варварку, где двор бояра Романовых и по преданию стояла, так сказать, палаты стояли, где родился Михаил Фёдорович, первый царь из династии Романовых. Там же рядом английское подворье. Вот если кому-то нужен кусочек, а там как раз именно кусочек, да, то, что осталось от Зарядья. Зарядье такое интересное место. Ну, понятно, да, почему так называют. За рядами. Так же верхние торговые ряды. Вот это кусок Москвы. Но, к моему сожалению, там совсем немного народу. Вот в субботний, воскресный день туда не стоят толпы москвичей. Там ничего не продаётся, и фастфуду нет. Да это даже как-то и не раскручено. Понимаете? Это не раскручено. Я бы, конечно, на месте нынешних, так сказать, властей в Москве, нет, я бы не стал застраивать там тундру делать, лесостепь. Понимаете, чтобы видеть тундру в России, не надо много... О чём ты речь? Ну, я говорю про развитие Зарядье, что там будет этот парк. На месте гостиницы России. Я думаю, это не нужно. Кого они хотят удивить? Ну, кого? Иностранцев? Вот. Они и так знают, что в России... Может, дело не в удивлении, а в том, что действительно не хватает в центре города просто таких вот мест для прогулок неторопливых, для задушлений на скамейках. Да, можно сделать всё это в Заряде. Понимаете? Не обязательно городить там огород с четырьмя временами, так сказать, года. О, Господи, а там так планируется? Ну, конечно, старую Москву, древнюю. Да, это будет немножко новодел. Ну, что же делать, если у нас всё так смело, как корову, понимаете, языком? Ну, это было бы очень интересно. Представьте, сделать какие-нибудь эти самые ремесленные там мастерские, да, там кузницы. Пускай люди ходят и видят и как раз вот возвращаются к тому, с чего мы начали. Это свои истоки, откуда всё пошло. Понятно. Так, давайте у нас тема... Извини, Илья, задавай вопрос, потом я вернусь наше теме. А я про интересную загадочную хочу. Я хочу уже сказки, легенды. Давай сейчас закончим просто про атмосферу. Посты. Про атмосферу. А можно пару слов? Вот, например, раз уж у вас книга про Москву Романовых, мне просто интересно, я вот всё время думаю, вот сейчас мы в Москву, во-первых, там запах другой же в Москве сейчас там. Это действительно. Сладкий. И звук другой. И звук другой, да? А можете пару слов сказать, вот если закрыть глаза, чтобы ощутиться в той старой Москве? Там что было? Это была тишина и запах, я не знаю, лошадей или что это? Запах был нехороший. А что это было в Москве? Она была грязная или какая она? Понимаете, ну конечно, конечно, канализации-то не было как таковой, понимаете. Естественно, всё. Поганые пруды-то. От чего? От того, что... А потом чистые стали. Понимаете, да, вдруг чистые они стали. Мясницкая. Естественно, мясные лавки. Куда всё сливали? Туда сливали. Нам это, в общем-то, свойственно сливать всё. У нас это роднит, может быть, вот с итальянцами в этом плане. Вот, соответственно, вот вам и поганые пруды. То есть в Москве стоял вот чистенько, аккуратно красиво. Вкусно пахло в верхних торговых рядах, да, где торговали. Это что? Это где гум. А, где гум. Да, где гум стоит. Там было вот интересно. В общем-то, конечно, Москва славилась своими запахами. Булочная Филиппова пахла хлебом, например. В Елисеевском пахло очень вкусно. Икоркой. Замечательно, да, икоркой. Но вообще, вот с точки зрения вот этих вот санитарно-гигиенических устройств, здесь было всё не очень хорошо. И в 19 веке только удалось навести порядок одному из губернаторов, в конце концов, заставить москвичей делать дороги. Понимаете? Ведь такие реки разливались, что переплывали с одной, например, стороны Тверской, на другой, на лодке. На лодке? А почему? Ну, потому что дорог не было как таковой. Вообще никто не занимался этим. Понимаете? Там овраги были такие? Ну, прошло дождь. Не было. Тверская же была узкая, да? Тверская или другая. Два грибка можно было преодолеть. Москва была, конечно, другая. Вот пишут иностранцы, например, о 16 веке. Они пишут, что Москва-река промерзала до дна. Представляете, какие были морозы? И только зимой отваживались эти московиты, так называли, путешествия длинные по своей стране. Это очень интересно. Сейчас она не промерзает не то, что до дна. Она вообще не замерзает. Это к вопросу о запахах. Понимаете? Если где-то в Капотне там, то запах еще тот там был. Запах старый Москвы в Капотне. Ну, возьмите поля аэрации. Ну, что же там такое запах? Поля аэрации в Люблино. Может быть, надо слушать жители. Вспоминают нас добрым словом этого района. Загадочная Москва. Посетите Люблино, друзья, послушайте поля аэрации. Это есть Москва интересная, загадочная. Давайте про загадочную. Да. Чтобы вы меня там поправили, тосты вы сказали? Ну, вы сказали сказки, легенды, тосты. Это же знаменитая фраза. Вспомните этого Шурика, который... А, я понял. Я думал, правда, может вдруг есть московский тост. Ну, у меня только вода в руках. Нет, это маленькая проблема. Если он есть, московский тост, вы нам скажите, мы организуем что-нибудь. В конце передачи я сформулирую. Вот легенды связаны, как правило, с тем, чего нет. Вот была Сухарева башня. Все знают, да, где она была? Ну, скажем так, примерно пересечения проспекта Мира и Садового кольца. Была хорошая идея оставить ее. И очень многие люди взяли на себя смелость. Ну, Грабарь, например, Щусев. Написали письмо Сталину. Защищали ее. Да, они говорили, можно оставить ее, можно. Мы пустим трамвай под этой башней, да, через арку. Можно обвести транспортные потоки. Кстати, проблема транспортных потоков, и что надо сносить все ради того, чтобы расширять город, она вечная в Москве. Последние сто лет, понимаете? Но лучше не стало, обратите внимание. Лучше не стало. Сносим-сносим, а лучше не становится. Да, и в Сухаревой башне колдовал известнейший деятель такой Петровской эпохи, Брюс. Известная личность. Колдун-чернокнижник. Понимаете, вот есть такая легенда, что когда он еще был жив, Петр к нему приходил и пытался, дескать, взять у него книгу. Такая книга у него была якобы, Соломонова книга. Продавала ответ на многие, так сказать, вопросы. Время и предсказывало будущее. Но как бы он ни брал эту книгу в руки, у него ничего не получалось. Она чуть ли не таяла у него в руках. Ну, Брюс это был известный такой волшебник, легендарный человек. Даже смерть его связывают вот с очередным опытом. Он якобы хотел восстановить из мертвых. Приказал себя разрезать сначала на части, потом облить эликсир. Но в итоге жена, так сказать, помешала это сделать. Облить эликсиром? Нет, да, да, не до конца облили. Вот представьте себе, есть такая легенда, что все последующие монархи пытались найти вот этот клад, эту книгу. Но ничего не получалось. И даже Сталин, разбирая Сухареву башню, дал указание все по кирпичику разобрать. То есть не все это, не вывезти это все в грибную яму. Но ничего, ничего не нашли. И тем не менее легенда живет. И она воплотилась уже в том, что есть на Разгуляе площадь усадьба Мусиных Пушкин. И что там, якобы, сохранилась некая такая доска. Ну, действительно, она очень похожа на гробовую доску, крышку на фасаде этого красного такого здания красивого, усадебного. И что там были солнечные часы, которые показывали всем, кто туда смотрит, будущее определять, сколько человеку жить осталось. Это интересная легенда. Это где еще раз? На Разгуляе. Известная московская местность. Но суть-то в том, что эта усадьба была построена уже после смерти Брюса. Понимаете? Так что, конечно, вот таких легенд много. И меня часто спрашивают о всякой ерунде, где там видят призраков, где там повешенные. Это ужасно просто. Например, у дома Гумнова есть знаменитый, на Октябрьской. Псевдорусская архитектура. Там тоже постоянно видят каких-то призраков. Там посольство Франции. Понимаете? В чем дело? Или в Манеже якобы когда-то повесился рабочий. Там до сих пор. Но Манеж-то у нас новый. Но самая интересная легенда связана с чертольем. Вот. Просто надо оставить это на сладкое. А сладкое у нас сразу после новостей, как правило. Вернемся, друзья. Вернемся, друзья. Крылёша таким вот, да. Таким тоном начинает говорить. Ну вот там вот этот, я не знаю, Воронеж, там, Воркута. Так я про Москву сейчас говорю. Неважно, пустыри, солнечные. Что там за район у вас? Как он называется? Секстильдунчики. Неважно. Стройте. Чего ты голосом Шириновского заговорил и его текст? Заткнись! И его текст причем. Шоссе иллюзионистов. 21.36, столица. Продолжаем разговор. Александр Анатольевич Васькин. У нас сегодня в гостях писатель-москвовед. Говорим про интересные, загадочные места Москвы. Вот Александр нам подарил книжку. Москва при Романовых. Вот посмотри, сейчас здесь вы трансляцию смотрите видео. Вот сейчас она на камере. Да, интересно. Вот. И мы продолжаем говорить про Москву. Мы остановились на чем? На загадочных всяких местах. Нет. Мифологически. И главная легенда, по-моему, вот так это было. Да, да. Так это она рассказала. И главная легенда связана с... И тут мы ушли на новости. Да, действительно. Был такой урочище в Москве чертоли, да? Уже в самом названии. Какая-то чертовщина. Да. А где это было? А вот сейчас я расскажу. До такой степени это стало уже надоедать. Не то, что надоедать. Но стал побаиваться, даже Алексей Михайлович, царь династии Романовых, что повелел не называть больше чертоли чертулием, а именовать Пречистенко. Да? Это Пречистенко и Волхонка, вообще-то там, где стоит храм Христа Спасителя. Да. Очень интересное место. Вот. Там когда-то протекал ручей, чертары. Почему так назывался? Потому что москвичи, московиты говорили, будто черт рыл. Вот его никак не могли засыпать. Понимаете? Он все тек и тек, соответственно, в Москву, реку. Ну и, короче говоря, решили там строить храм Христа Спасителя. Вот. А до этого там стоял монастырь Алексеевский. Вот. И строили очень долго. 43 года. Что, конечно, само по себе вообще удивительно. Ни один храм в Москве не строился так долго. И вот когда его освящали в 1881 году, то по преданию проходившая мимо старуха сказала, что долго этот храм не простоит. И действительно, прошло примерно 50 лет, и большевики принялись его разрушать, этот храм Христа Спасителя. Причем, вот что интересно, вот архитектор Иофан, известный очень зодчий советского времени, Борис Иофан, он говорил, что храм никакой ценности не представляет вообще для архитектуры и для искусства. Вот. И в результате на этом месте они начали строить дворец советов. Да, был такой. Понимаете? Дворец советов. Огромную вырыли яму. Огромную яму. Сделали специальную сталь ДС, кирпич ДС. Пусть у людей согнали. И вот строительство этого дворца советов, самого высокого здания, которое вообще было не только в Советском Союзе, но и в Европе, помешала война. То есть, понимаете, и после войны вроде бы можно было достроить, но все равно не достроили. Вместо дворца залили бассейн. Бассейн. Да. Вот. После бассейна стали восстанавливать храм. Будем надеяться, что вот эта вот череда вот таких вот не очень хороших совпадений, она прервется. Но хочу вам сказать интересный факт, что еще вот одно место, которое связано с Волхонкой, это Воробьевы горы. Воробьевы горы, где с самого начала стали строить храм Христа Спасителя. То есть там... На месте университета? Да, да. Там был первый проект. И не смогли тоже построить, потому что планировали по воде подвозить строительные материалы. Но Москва-река оказалась недостаточной глубиной для этого. Вот. И бросили там, посадили архитектора Витберга. И вообще говорилось о том, что Воробьевы горы непригодны для высотного строительства. Там оползливый склон. Ага, сказал Сталин. Да, оползливый склон. Понимаете? Вот как интересно. Вот это пересечение судеб. И вот, смотрите, тот же Эофан, который строил храм Христа Спасителя, не строил, а поддержал разрушение храма и проектировал Дворец Советов, он создавал проект МГУ на Воробьево горах. Представляете, как интересно? Да. И он не смог реализовать свой проект. Его отстранили в самый последний момент. Потому что он заупрямился. Ну, а версия такая основная. Ему сказали, отодвиньте здание подальше от края вот этих... От склона. Да, он уперся. Его просто взяли и подвинули в сторону. Пришел другой архитектор, Руднев, со своей командой. Он не стал спорить. Естественно, так сказать, университет стоит до сих пор. Но вот если возвращаться к чертулью, вот что там только не находили. Когда снесли храм, то один археолог... Какой храм? Алексей и Христа Спасителя. Он стал исследовать там все, что осталось. И нашел могилу Малюта Скуратова, которую очень долго не могли найти. Стелецкий фамилия этого археолога. Очень известная личность. И нашел, представляете, причем Малюта Скуратов был похоронен в храме Пресвятой Богородицы, которая стояла рядом с храмом Христа Спасителя. И давно уже, в общем-то, тот первый храм погиб. И известно, что Малюта Скуратов отличался жестокостью, в общем-то. Ну, все знают, что это за персонаж был. Тема вошел в историю, собственно. И вообще, вот это место, чертолья, оно когда-то входило в опричнину. Иван Грозный отдал все это. Волхонка, Причистенка, вот там, где Пашков дом сейчас стоит. Это все было владение опричников. Опричников. Вот этих псов цепных, да? Которые делали все, что угодно по приказу царя. И там стоял опричный двор. И можно сказать, что не зря называли это чертольем, потому что, ну, ни одно здание не стояло там долго. Ну, в данном случае, дальше 50 лет. Ну, там, кстати, вот на этой же площади стоят какие-то палаты, очень старые, я сейчас не вспомню, напротив памятника. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, но... А, скажите слушателям, потому что сейчас это для них будет пустая информация. На той стороне, а Верке Кириллова, на той стороне набережной, они очень красивые такие, красные, яркие. Да, 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 да. Вот, и в свое время... Они очень старые какие-то. Да, правильно, они очень старые. Вот, и даже в свое время поднимался вопрос о том, что нужно все-таки раскопать подземный ход. Известно, что Москва была наполнена подземными ходами. Вот Иван Грозный, он мог из Кремля пройти в свой опричный двор. Вот сюда, в этой чертоле, да? Да, да, да. Ну, потом где этот храм уже. Вот, например, Москва горела очень часто. Ну, как выйдешь, соответственно, из охваченного огнем Кремля? Только по подземному ходу. А сейчас он есть, да? Вот в этом все... Нет, сейчас его нет. Его, понимаете ли... Когда-то его находили. Вот в чем суть? Никогда не доходили до конца. Ведь интересная же легенда, как Наполеон ушел из Кремля. Ведь тоже есть версия по подземному ходу. А он знал или наткнулся? Ну, он запросто мог найти... Не запросто, конечно, но проводника, понимаете? Они могли вполне выйти через подземный ход, хотя есть и другие версии. То есть в XIX веке это еще... А, он был, и Б, были люди, которые знали про него. Да. И С, наверное, пользовались регулярно. Да, и вот эти подземные ходы, которыми, как у меня сладостно впечатление, вообще была изрыта, получается, вся Москва, они же нас ведут и к другой легенде. Бесполезным, точнее, безрезультатным поиском библиотеки Ивана Грозного. Несколько ее уже ищут, понимаете? Как она выглядела, что она из себя представляла. А была? Ну, вот в этом и суть, что его бабка, София Палеолог, она привезла сюда библиотеку. Но куда она делась, эта библиотека? Может быть, она давно сгорела, где ее только не искали. И в Коломенской, и в Александровской, и в Слободе. И перерыли весь храм Василия Блаженного. Но найти ее уже... Ее еще невозможно, да и вряд ли будет возможно. Ну что, стало с древними инкунабалами, представляете? Вот, как она в чем должна храниться? Да, слушайте, это еще одна легенда московская. Знаете, что из современного, более-менее современного, из самого, ну, не знаю, в хорошем смысле слова, попсовых, легенд, это, конечно же, Москва Булгаковская. Да, это интересно. Правда, интересно. И экскурсии организуются. Мне кажется, это из легенд самая раскрученная, самая такая активно туристами востребованная история. Да ведь? Конечно. До сих пор спорят. Ну где? Где была эта квартира? Куда, помните, прилетела Маргарита? Где? Я, например, считаю, что это знаменитый дом Нерензея. В Незняковском переулке. Вот, где когда-то был каток наверху. Дом со шляпкой. Вот, это был такой первый небоскрёб в Москве. Вот. Вы знаете, да, где этот дом Нерензея? Ну где Тверская, перпендикулярно Тверской. В одном из переулочков Тверской улицы. Очень москвичи, кстати, не любили небоскрёбы. Вот сейчас мы возмущены, да, что это Москва, стекла и бетона, вот эти вот. Какие только эпитеты они употребляют. Ну представьте себе, что всё это уже было. Всё это было сто лет назад, когда начали строиться доходные дома. Что такое доходный дом? Ну, квартиры его сдавались в аренду, да? Вот. Возмущались коренные москвичи той эпохи. Чем возмущались? Что приходят эти люди с большими деньгами. Вот. Без рода, без племени. Эти купцы, да? Понятно. Выкупают за бесценок усадьбы. Например, Шереметьевых. В Романовом переулке была усадьба Шереметьевых. И строят там доходные дома. Вот эти дома, где жила советская номенклатура. Знаете, там очень много памятных досок. Вот на одной стороне Романов двор там выставили. Это всё доходные дома. Вот. Ведь когда туда вселилась советская номенклатура, они же по семикомнатной квартире там все себе, понимаете, отмерили. Вот. То есть это уже было. Мы проходим в очередной раз уже пройденный материал. И тогда возмущались. Зачем нам эти доходные дома? Вы посмотрите, как уродуется Москва этим стилем модерн. А сегодня мы готовы трястись за любой дом, понимаете, 100-летний. Говоря о том, что это памятник архитектуры. Я вам просто приведу небольшой пример. Вот, на мой взгляд, очень удачный, удачное и гармоничное соседство новой архитектуры и старой. Ну, вы знаете, у метро Белорусская церковка стоит. Да. Вы знаете, это такой удивительный московский уголок. Если вы мне скажете, куда бы пойти? Вот туда. Туда, скажите, побродите там, в этих переулочках, которые сдавлены стеклянными огромными громадами. И посмотрите, как отражается в стеклах этот старый храм. Я даже делал, извините, даже публиковал, простите за рецепт, в инстаграме. Правда, там отличная перспектива с той стороны, с лесной, что ли, улицы. Когда смотришь между этими домами стеклянными этот храм, и он отражается, и в том, и в другом этом небоскребе, это правда отлично вписано. Это редчайший случай, когда в Москве, правда, очень аккуратно вписано. Просто отлично. Вот я оплатил. А кто это делал? Ну, это может сделать любой из архитекторов, какой-то иностранец. Может быть, даже какой-то наш. Ну, уж больно деликатно и больно как-то вот так. Не про нас это. Вы понимаете, церковь не теряется там. Церковь не теряется. Вы можете прийти туда днём, может быть, вечер. Там ещё горят окна в некоторых офисах. Но вы понимаете, какое это место интересное? И какая обстановка? Вот эти офисные планктон, которые смотрят из окон на эту церковь. Вспоминают о душе. Ну, да, конечно. Если они считают деньги там особенно, понимаете, в эту минуту. Это очень удачные. Да, это хорошее решение. Очень удачное. Если бы вот всё у нас так, конечно, делалось. И был, кстати, опрос, Илюш, что там вот в среднем вот в этих офисных центрах там офисная работа более духовная, чем во все остальные Москвы. Был опрос. Интересно. Духовность-то на 3-7% выше. Это они подсчитали, что 3-7%. Ну, вот если в Булгаковской Москве возвращаться. Да, в Булгаковской Москве, конечно. Очень занятная история. Здесь тоже очень много чертовщины. Вот с чего начинается роман? С того, что разговор Воланда, да, с двумя москвичами. Берлиозом и бездомным. И когда они спрашивают Воланда, ну, зачем он приехал, он отвечает, я приехал разбирать рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского. И вот я заинтересовался, кто это такой был вообще? Какой стати Булгаков называет этого чернокнижника? Это был такой учёный, которого почитали чернокнижником, считали кулдуном, поскольку в те времена, когда он жил, это было очень давно, всякая наука приравнивалась к колдовству, понимаете? Потом он стал папой римским. Он стал первым французом, первым папой французской национальной. Сильвестр второй. Что же делали в рукописи в Москве? Вот, оказывается, они находились в Румянцевском музее, который находился в Пашковом доме. И вот многие спорят, последняя сцена, одна из последних сцен, где она происходит? Ну, вспомните, они сидят на вершине одного из самых высоких зданий Москвы, как пишет Булгаков. Воланд сидит, вся эта свита его дьявольская. Но там не говорится, что это Пашков дом. Но вот Булгаков, упоминая этого Аврилакского в начале романа, он даёт нам подсказку. Почему Воланд прощается с Москвой, с балюстрадой Пашкова дома? Почему? Потому что он пришёл куда надо, ему нужно было в Румянцевский музей. Дело в том, что этот Аврилакский водил дружбу с дьяволом, понимаете? Действительно. И он, так сказать, была такая легенда, притча, что дьявол просто разорвал его на куски, в конце концов, и он умер от этого. И вы смотрите, как интересно получается. Булгаков ничего просто так не писал. То есть Воланд приезжает, он же дьявол, а олицетворение, да? Ему нужно почитать эти рукописи этого самого человека, занимавшегося колдовством. И он в итоге приходит в Пашков дом. Но Булгаков, конечно, не называет, что это Пашков дом. А сам Пашков дом, очень интересное, кстати, московское здание, и нетипичное. Вот к чему мы привыкли, например. У нас усадьба начинается с чего? С парадного въезда, да? Ну, возьмите самый известный музей революции бывшей. Помните, Львы на воротах? Львы на воротах. Он же английский клуб, можно и так сказать. Одну секунду, друзья, и прошу прощения. Давайте сейчас на 30 секунд прервемся, дадим сигнал нашим коллегам из регионов, а потом вернемся к нашей беседе. Продолжаем разговор. Итак, Пашков дом. Пашков дом. Где вход в Пашков дом? Мы все ходим мимо, да? Ну, где? Попробуйте по ступенькам подняться, там же ступенечки. Вот по ощущению, конечно, там где ступенечки там. Да, в этом и парадокс. Со стороны Кремля. Как же так? Это что, не московская усадьба? Действительно, она не очень похожа на ампирный особняк. Проблема в чем? Кто это придумал? И для чего? Вот здесь возникают споры. То ли это Баженов, то ли это Казаков. Вообще, это целая традиция. Постоянно путать и доказывать. Нет, это Баженов. Нет, это Казаков. Ну, так уж вышло, что эти два великих зодчих творили почти в одно время. Я думаю, что это Баженов. И он отомстил Екатерине за Царицыно. Понимаете, Царицыно было им создано с большим вкусом. И она, в общем-то, отстранила его. Как вот и Афана отстранили от здания университета. Ну, и не понравилось ей. Понимаете, то, что... И уже готовый дворец велела разобрать. Да, и поручила проект Казакову. Казаков. Вот. Я думаю, что Баженов отомстил ей. И что он сделал? Вот, смотрите, это белое абсолютно здание, да? Пашков дом. Стоит он на Ваганьковском холме. Вот. Стоит он тылом. Ну, грубо говоря, задом. Кремлю. Это же какое неуважение. А, это... Кремль — это символ самодержавия, правда? Монархии. А он к нему задом. Такого самодурства, да, можно сказать, когда можно взять один проект, отдать другому зодчему, лишить авторства одного архитектора, передать другому его работу. И вот вам, пожалуйста, уже как интересно получается, что парадный въезд с переулка. Как же так? Вот я думаю, что Пашков дом — это некое олицетворение такого Акрополя. Понимаете, демократия такая, если можно так выразить. Белая абсолютно, да, какие-то там древнегреческие какая-то. А тут Кремль. Красный, да, совершенно так, с этими орлами. Вот очень интересная получается перекличка. А из какого переулка вход? Там Староваганковский переулок есть. Там всё изрыто этими переулками. Сейчас он на территории библиотеки российской государственной. Пашков дом находится. Вы помните, сколько лет он стоял в лесах? Его никак не могли отреставрировать. Но вообще... Он, кстати, помню, сейчас открыт. Буквально вот-вот-вот в конце года, 13-го, по-моему, открыли его. Нет, его давно даже открыли, туда пускают. По большим праздникам. Простой народ. Но, конечно, не всегда. Тут что интересно. Он сгорел в 1812 году. Но его восстановили. Одним из первых зданий его восстановили. Казна восстановила. И туда привели короля французского. Не французского, а прусского Фридриха. И он опустился на колени. Вот он стоял там, где Воланд. На балконе. И поклонился Москве, можно сказать, в пояс. И сказал, что вот она, наша спасительница. Он увидел, во что превратилась Москва. То есть Москвой пожертвовали, конечно, и ради спасения России. И, в общем-то, ради спасения Европы. Потому что, как это ни печально звучит, если бы москвичи не сожгли свой город, то Наполеон бы перезимовал в нем, собрался силами. Дальше бы он двинул на Петербург. Ну, естественно. Да, понятно. А балкон он выходил на противоположную сторону от Кремля. Вот как сейчас. Как сейчас. Вот он вышел на этот балкон, посмотрел, как все сожжено. А, ну вот здесь, да, со стороны Кремля там нет балкона. Там с другой стороны. Когда-то, кстати говоря, вот не было этого газона, там был сад с райскими птицами. Маленький Петр Вяземский приходил туда и из-за забора смотрел на каких-то павлинов, там фонтаны там были. Это Пашков дом, да? Почему Пашков? Это откупщик, человек, который заработал деньги на винных откупах. Как всегда, на торговле водкой у нас можно заработать. Нет, не бутыли. Их было очень много в Москве в свое время. Они, понимаете, как будто из небытия возникли. Люди с огромными деньгами. Ведь, как известно, веселье Руси есть пяти, да? Наши предки еще сказали. Ну вот, таких людей оказалось очень много, кто заработал. И предки Лермонтова, кстати, оттуда же. Вот, Столыпины. И вот он и выстроил этот огромный дом. Вот, он, кстати, приходился внуком денщика Петра Первого. Как интересно. Какая... Да. Вот он и был денщиком. Понимаете, без рода, без племени. У нас полторы минуты до конца, Александр Анатольевич. Поэтому... Надо договариваться. Отвечу. Сейчас, вот что касается Булгакова. Вот там, где сейчас размещен музей, это... Она нехорошая квартира? Тут-то нет сомнений? Да, нехорошая квартира. Да, конечно. Это он точно там жил? Потому что говорят, что нет в той квартире. Там происходило действие романа. Я вам хочу сказать, когда снимали фильм, то не нашли даже в Москве дома. Представляете? Чтобы снять на его фоне Москву 30-х годов. Это же позор, что снимали в Питере. Печальный, так сказать, итог нашего сегодняшнего разговора. Что Москву снимают в Питере. Представляете? Старую Москву снимают в Питере. Это унизительно. Конечно. А тут понимаете, в чем дело? Усилием нашей воли и возмущением, конечно, мы ничего не изменим. Мы уже ничего не решим. Ну, мы уже говорили, да, конечно. Потому что коренных москвичей осталось не так много. В общем-то... Во-первых, коренных москвичей. Во-вторых, достаточно много. Во-вторых, я не буду говорить. Тут трехпоколенчатых-то. Вообще, да. 70%. Нет, давайте культивировать любовь к собственной родине и к собственному месту, и к собственному городу. Ну, да. Если вам мало, друзья, просто, так сказать, любви какой-то, так сказать, эмоциональной, то, пожалуйста. В этом есть еще и большое экономическое, между прочим, перспектива. Вот если бы все вот эти вот истории, которые нам Александр Васькин сейчас рассказывал, стали бы достанием широкой общественности, в том числе и зарубежной, например. Вы представьте себе, с каким чувством... Ведь сейчас едут в Москву туристы, только с одним чувством. Бывшая столица СССР. Да. Я думаю, что 95% едут именно с таким ощущением. Бывший зверь, бывший страшный, а теперь обезоруженный и лежащий, и еле дышащий. А представьте себе, вот если бы люди все это знали, и какими глазами они смотрели бы на наш город, и как бы с какими количествами они ехали. Все. Друзья, у нас время закончено. Александр Анатольевич, мы вас еще ждем. Еще есть масса вопросов, ладно? Да, и то, что я сочиню. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Счастливо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...